здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии литератор давид шехтер здравствуйте и журналист марк горин американский журнал тайм очень влиятельный и популярный подвел итоги уходящего года и включил премьер-министра израиля бенемина нотаньягу в числа в число 100 самых влиятельных персон мира вот такая вот большая честь впрочем это не первый раз бенемин таньягу доставится ее но тем не менее так вот интересный момент все вот эти вот 100 влиятельных персон мира они распределены скажем такие подкасты там есть артисты титаны лидеры бенемин таньягу вошел в число лидеров естественно и в хорошей компании вместе с ним вот дональд трамп американский спецпрокурорта роберт мюллер папа римский президент мексики президент бразилии в общем много интересных людей кстати владимир путин в этом году не попал в эти число 100 я думаю очень сильно расстроил да хотя до сих пор раньше он практически всегда попадал всегда там больше да так вот интересный момент я упомянул что бенемин таньягу не первый раз состоится этой честью он также попадал туда в 2012 году и его портрет был вынесен на обложку как вы помните это там была надпись да кинг биби было король биби так вот к чему это все вспоминаю каждой персоне в этот раз вот это все всем ста персонам была посвящена небольшая статья которая рассказывал об этих людях неформально и статью о нашем премьер-министре написал колумнист тайм дэвид френч первая фраза его колонки израиль это государство биби согласитесь да соглашусь потому что и сразу в догонку хорошо это или плохо это уже другой вопрос в эти выборы последние ведь на них не обсуждался мы уже об этом в этой студии говорили там не обсуждалась идеология что хочет партия сделать скажем с территориями и где экономические меры нам предлагают был только или мы за биби или мы против все больше другого темы не мы были конечно все идеологические вопросы вот так это под сурдиночку на пятом месте главная тема была мы за биби или или нет и голосование шло именно по этому принципу и вот тут надо понять что произошло потому что я хочу просто процитировать двух людей двух журналистов которых я очень уважаю это люди которые по моему ходят первую пятерку политических обозревателей израиля это ханан кристалл и герон деккель которые выступили после выборов и ханан кристалл сказал на дэшетбет что это колоссальная победа на таньягу личная политическая и партийная а ирон деккель даже написал статью название которое говорится можно для себя непобедимый то есть вопрос там а почему как это вообще произошло что в нашем государстве у евреев которые никогда с таким большим как-то почтением не относили к своим политическим лидерам ну кроме может быть бен гурион я как раз хотел сказать кроме него кстати на дняху сейчас вот-вот побьет рекорд бен гуриона который был по моему четыре правительства главой правительства сейчас он будет пятое то есть рекорд ну понятно я хорошо я понял не 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 я же за в образ каким образом почему я хочу привести пример почему в городе здоровье который обстреливается косами и в котором жители должны были бы по идее в отместку примеру при котором их обстреливают косами голосовать поголовно во все прочее в три раза больше людей проголосовали за реку то есть за на пене аго чем за его оппонента интересный момент мы к этому еще вернемся марк тот же вопрос ты согласен ли с тем что написал дэвид фринч по поводу того что израиль это государство биби и хорошо это или плохо на фоне это хресткая фраза мы все как говорится вышли из дуга ли все так можем израиль конечно не государство биби даже просто чисто арифметически если две партии так сказать пришли к финалу с одинаковым количеством а тридцать пять мандатов тридцать пять очень много вот потом причем ликуд набрал последние два дня эти пять мандатов дело не в этих выборах речь идет о том что этот человек с небольшими перерывами в восемнадцатом летом власти совершенно справедливо сейчас скажу да уже видно что это по сути дела раскол страны почти вдвое если выделить так сказать не еврейское население то остальное поделится практически вдвое вот так что это конечно не государство биби но это государство подвластное биби надо сказать биби невероятно у меня двойственное отношение к этому человеку и как человеку и как политическому деятелю и как лидеру страны он очень талантлив очень опытен очень умел и вообще это очень такой яркий интересный человек которого я бы лично бы с удовольствием симпатизировал если бы он не был премьер-министром на мой взгляд его присутствие в этой роли чрезвычайно вредно для страны потому что это по сути дела авианосец для самых черных сил общества уже ему уже мало так сказать опираться только на ультра-ортодоксов которые по сути дела и вершат власть в стране он уже дошло до того что он взял самых экстремистов привел в коалицию еще не взялся создательный организовал их приход во власть для того чтобы до них опереться они к власти не пришли мы вернемся к этому давайте не будем забегать это вообще отдельная тема он организовал их приход ну в реального чего у них не было возможности он своими руками своим авторитетом это сделал это чрезвычайно опасно и плохо я прошу прощения я пользуюсь той эрудиции которую накопил перепоение жизни была знаменитая фраза русской истории в те годы мрачные глухие у нас царили слон и мгла победоносцев над россией растер совинные крыла был страшный человек по сути дела есть диктатор при николае первым вот это те самые сами те же самые совинные крыла у нас из каждой каденции это будет все хуже и хуже что удастся сделать либерманус дай бог ему что-то отвоевать для цивилизованных так сказать дальнейших дальнейшего строительства государства и для того электората который за него голосовал ну понятно посмотрим другая другая история понятно давид вопрос к тебе собственно складывается из того что возразил сейчас возразил марк ты сказал что вот результаты выборов как бы говорят сами за себя тем более что выбирали как бы не по идеологическим каким-то там различиям а именно или биби или не биби это был как выразился по-моему сам же бенемин ты нягу это некий был вот ум доверия к премьер-министру да без согласия да и действительно коалицию будет формировать он уже известно но по факту марк тоже прав его партия то есть биби практически бенемин ты нягу получил 35 голос мандатов его главный противник кахоль лаван то есть бени ганс получил ровно столько же то есть вопрос тогда получается вопрос биби или не биби вот ум доверия есть или нет остался открытым получается не остался почему если мы персоне нет 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 эти вещи здесь абсолютно точно связаны и об этом говорили в ходе всей предвыборной кампании все абсолютно комментаторы и сами политики что вещь в этот раз шла о блоках даже если бы кахоль лаван получил бы и большее количество мандатов чем ликут вопрос том стоит кто смотрится к лицу и сформировать у нас же не президентское правление президент мы сейчас говорим с тобой не об украшении не надо украшения я не сказал что есть на доверии конкретной персоне секунду секунду народ израильский знал что он если он голосует за правую партию он голосует за биби то же самое ария дерри вышла с компанией биби нужен сильный ария то есть все партии говорили правая we будем голосовать наbank TS гроз не будем рекомендовать на тонюр все четко знали кто будет рекомендовать на тонягу кто будет регомендовать бени Ганса вселенной знали и и поэтому важную роль здесь Пригрла не количество голосов за конкретную партию а за блок блок получил намного большее количество своего права более того 2 энде 65 на 55 это намного больше поскольку Если бы Фейглин и, говорится, Леви и Новые Аптовы не взобрали бы 300 тысяч голосов правых в корзину, то было бы 72 мандата. То есть, простите, если на этой логике, я сейчас говорю не патротически. А у нас парламентская республика, не президентская, не тот, кто получает конкретно больше, а тот, кто блок получает, тот, кто может сформировать коалицию. И тому премьер, в свое время, по несколько выборов, цепи Левни получила больше на один мандат, чем Леви, не сумела коалицию сформировать и сделать пипи. То есть, потом народ знал, кто будет премьер, он голосовал за премьер. Ну, тогда это получается не доверие господину Натиньягу лично, а доверие правому делу, скажем так. Которое он возглавляет. Он лидер правого дела. Я хочу объяснить, почему. Почему в городе Здороте проголосовали за него. Ну, ты уже упоминал. Да. Почему? Поскольку здесь идет не только о масштабе личности. Все видят масштаб личности, все видят его великолепное умение маневрировать в международном отношении. Как он восемь лет игрался с Обамой как космышкой и не дал Обаме, в конце концов, ничего. Натиньягу человек, который, с одной стороны, пользуется дверием у Путина, с другой стороны, у президента Соединенных Штатов. Это совсем нелегко сделать. Такого было еще не было. Но не только. На мой взгляд, один из главных факторов иной. В первую каденцию свою, когда он только формировал свое преимущество, спросили у Натиньягу, а кто ваши будущие партнеры? И он сказал фразу концептуальную, которую он приводит в жизнь всю свою политическую карьеру. Он сказал, мы им не только партнерами, моей новой элитой, которую я хочу сформировать, будут сефарды и русские. И тогда он взял себе в блок ШАС ИСЛ Балия, и с тех пор все правительства Бибии, он вводит в свою команду, в свою крыльцу ИСЛ Балия, потом Битейн, новые элиты ему этого не простили. И поэтому его так не любят. Не потому, что он правый. Были и правые другие главы, которых любили. И не потому, что он за рынок. Наоборот, политые нынешние, они все за рынок. Потому, что он им создает альтернативу. Во всех его проявительствах есть всегда русские ИСПР-1. И в нынешнем тоже будут. И в прошлом было у него два русских министра. Ну, посмотрим, не будем двигать вперед, мы еще этого не знаем. И будет ли это хорошо? Его поэтому не любят элиты, но поэтому его любят слабые слои населения, которые большинство в здоровье живут сфарадим и русские. Да, понятно. Поэтому они, я прилагаю, поэтому они живут в Гонсамале. Марк, последний вопрос к тебе. Критики Бенемина Тиньягу, одним из главных своих тезисов, и один из многих тезисов, выводит то, что, и как говорил, собственно говоря, сам Бенни Ганс. Биби, ты отработал, большое спасибо, иди отдыхай, до свидания, дальше мы будем управлять страной. То есть, главный их довод, что хватит. Хватит, было хорошее, было плохое, но хватит, дальше мы пойдем другим путем. Возникает вопрос, а действительно, если у человека получается, если, вот как пишет же этот американский колумнист, все хорошо и устойчиво развивается экономика, стабильная безопасность, и так далее, и так далее, из того, что многое из того, что говорил Давид. А зачем тогда действительно менять коней на переправе, только потому, что этот человек много лет сидит? Ну, канцлер Германии сидел еще больше. Не больше. Больше. По-моему, не больше. После программы проверим. Да. Ну, не будем сейчас тратить на время. Теперь будет меньше. С этой каденцией. Значит, я отвечу. Значит, с канцлером Германии это другая история, и это более... Забудем про канцлер Германии. Другая история, похожа на другая. Значит, я прошу прощения, может быть запрещенный прием. Значит, те уголовные дела, которые связывают с именем премьер-министра, связывают с именем, не более того, пока ничего не хочу сказать. Я, не являясь адептами, я за него никогда не голосовал, я уже объяснил, по каким причинам. Я не считаю, что он лично там, вот, я прошу прощения, украл. Или там подвержен каким-то криминальным. Это результат того, что он создал, это тоже талантливое дело, особую политическую ситуацию в стране. Он создал, по сути дела, демократическую диктатуру. Он сдает страну определенному сегменту общества в аренду и в качестве отката получает свою должность. И это еще целый ряд должностей. Значит, таким образом он привык к безнаказанности, к тому, что все можно. А если можно все в политике, то можно и это. И там шампанское с сигарами. Мне как бы не жалко, но это, в общем, не очень прилично. И подводные водки, если не он лично, то кто-то у него очень близкие люди. Короче, можно все. При диктатуре. А это, по сути дела, диктатура. Диктатура демократическая, при таком большинстве, это диктатура. Теряется чувство меры, чувство опасности, ответственности и, наконец, морали. Это результат того, что у нас происходит и того, что все надоело. Но от этого ничего меняться не может. Действительно, наше общество, и, может быть, будет хуже, скорее всего, будет хуже. Если наше общество, примерно процентов 60, ну, голосов, которые, помимо, я не хочу, так сказать, других определений, нееврейского населения, оно отдает определенному лагерю. И это то, в чем мы живем, и, видимо, нам предстоит жить дальше. Демократия, это демократия, это демократизм, то есть, власть народа. Народ так считается. Я согласен. Вот тут я с тобой... Вот теоретическую часть выборов мы сейчас уже входить не будем. Тем более, что выбор уже все равно в любом случае сделан. Коалицию будет формировать, скорее всего, новый премьер-министр. На этом все. Коллеги, большое спасибо за это обсуждение. Напомню, что со мной в студии были Давид Шехтер и Марк Горин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин